Дорогая, я дома Это не то, что ты подумал Тебе торба Я тебя сейчас убивать буду Ты что думал, просто вот так вот можно с моей женой спать? Саша, подожди, подожди, Саша, он нам нужен Что? Зачем он нам нужен? А он нам розетку починил, которую ты два месяца обещал починить Дура ты набитая, эту розетку я специально поломал Потому что ты в ней вечно фен включаешь И я телевизор нормально посмотреть не могу Саша, он программист Он подключится к соседскому вай-фаю И теперь у нас интернет будет бесплатный А, я вижу, он уже пару раз к вай-фаю подключался, да, к твоему? Надеюсь, бесплатно Саша, у него, у него дядя, он шишка в ГАИ Теперь ты можешь ходить пьяным за рулем, если тебе все равно ничего в нем не будет Да мне пофиг, меня сегодня прав лишили тебя, Туарба Саша, я тебя сейчас убью Саша, 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 последний аргумент, и ты его убиваешь У него есть второй джойстик от приставки Что? Джойстик Так что ж ты, придурок, молчал? Че я? Ты в фифу пятнадцатую умеешь рубиться? Чемпион мира Я тебя сейчас порву Пятнадцатую фифу я тебя сейчас просто вынесу В одни ворота, понял? Да, 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 да Так, поехали Я за Ювентус Я за Барселону А ты за пивом И за чипсами Все, я тебе сказал, я порву Значит, я тебе уже порву Дамы и господа, с вами говорит второй пилот рейса Киев-Нью-Йорк Мы прилетаем над Атлантикой, высота десять тысяч метров Температура в Нью-Йорке прекрасная, плюс двадцать градусов Мужики, выручайте, надо срочно вернуться в Киев Вы с ума сошли, мы над Атлантикой, полпути уже пролетели Отлично, значит, успел, как раз на обратный путь топлива хватит Ну да, да перестаньте, вы что А вот этого вам хватит на всю жизнь У меня такая сделка в Киеве горит Ну, мужики Уважаемые дамы и господа, говорит командир корабля В Нью-Йорке изменились резко погодные условия Поэтому я принял решение прилететь в Киев Спасибо, братан Меняем курс Не волнуйтесь, еще пару часиков и в Киев Нельзя мне в Киев Сдал меня кто-то Арестовать хотят прямо в аэропорту Короче, давай, разворачиваемся на Дубай Отсижусь пока у кореша А это вам за неудобства Короче, так, говорит владелец самолета Ну короче, в Киев лететь нет понту Мы летим в Дубай, с чем я вас поздравляю Красавец Спасибо, братан Короче, нет понту лететь В Дубай, там наверняка ждет Интерпол Разворачивай на эти На Каймановы острова А это вам за неудобства Спасибо, братан Спасибо Короче, с вами говорит Опа Хозяин авиакомпании Короче, летим мы куда захотим А кто не с нами Парашютовый стюардесс Бор 312 Бор 312 Проложите Почему не раз меняете уровень Да пошел ты Диспетчер Да поэтому Топливо вот-вот закончится Говорит пилот-идивот Пришлите, пожалуйста Это дозаправщик Квадрат 782 Любые деньги Любые деньги Еще столько же Квадрат 792 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 Ты не знаешь, с кем ты связался. Меня зовут Джо, опустошитель стаканчика. Это не тот ли Джо, который не смог опустошить даже майонезную баночку? Нет, это тот Джо, который надерёт тебе задницу. Девушки отдыхают. Соказчика больше. С тебя пьёт. Хорошо, пошли. Нет, что они не сегодня. Вы чё натворили, рукожопые? Хотя мне пофиг. Я сегодня пораньше ухожу. Так, чтоб здесь всё было чисто, ясно? И да, туалет не работает, сломался. Починят завтра. Ты не знаешь, с кем ты связался. Меня зовут Джо, наполнитель стаканчиков и бакулёчков. Это не тот ли Джо, который не смог наполнить даже майонезную баночку? Нет, это тот Джо, что надерёт тебе сейчас задницу. Ну ты, Кабан, попал. На этот раз мы глаза не закроем, мы тебя закроем. Навсегда. Слышите, мусор... Милиционеры. А может, добазаримся? Есть реальная тема. Короче. Хотите, я вам сдам общак нашей банды? И зачем нам ваши 300 гривен? Там бабла немеряна. Золото, бриллианты, изумруды. Ну, допустим, мы тебе поверили. Ты ж по-любому что-то взамен хочешь. Делим всё 50 на 50, мне в волю, а вам погоны майорские. Слушай, а ты ничего не перепутал? Ты ещё сидишь в отделении милиции, в наручниках. Ладно, ладно. Один процент. Ну давай, диктуй адрес. Болотная, 15. Квартира, 21. Всё, хорошо. Проверим тебя, кабан. Ну, кабан. Гражданин Максимов. Спасибо. Всё рассказал, всё как есть. Все тайники. Там ещё картины были, но мы потом за ними съездим. Ну. Э. Уговор был, один процент. Да ладно, пусть забирают. Нам из-за этого майоров дадут. Ну, бывайте, мусора. Ну что? Э. Майор Крыныца, поздравляю вас с успешно выполненным заданием. Ну, что вы, майор Петренко, это наша общая заслуга, предлагаю это отметить. Согласен. А где наше вот это всё? Проверим. О. Алло, да. Что? Да, товарищ генерал. Вашу квартиру ограбили? Деньги, шкатулка с драгоценностями? А мы, товарищ генерал, уже всё нашли. Яйцо? Яйцо? Чьё? Фаберже? Сколько? Это за одно? Будем искать, товарищ генерал! Если мы сейчас кабана не догоним, нам наши фабержефа отбивают. Кабан, стоять! На троих! И туз козырный, и две шестерочки на погоне. Снимай, 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 давай. А музыку? Туз-статус. 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 Не маловатая? Не-не-не, тебе как раз. Ну что ж, продолжим. Так, подожди, а у тебя что, блузка расстёгнутая? Чё, это же у меня денег не было, я её проиграла, а сейчас отыграла. Да, да. Чё-то не верится мне. Нет, сегодня реально не мой день, карта не пошла сразу, и всё. Не пошла? Да. А что у тебя осталось? Ну, носки и вот, часы. Ну, носки можешь себе в уши засунуть, а на часы я сыграну. Ну-ка, Викольд, дай. Ну, пожалуйста. А ты давай, беги, чайку приготовь. Сейчас я тебя уделывать буду. На. И вот тебе туз козырный, и две шохи на погоды. А? Блин. Молодец. Я не туфли. Слышь, дай отыграться. Так а что у тебя осталось-то? Ага. Носки. Ну, носки ты можешь себе в уши засунуть. Я, пожалуй, пойду. Хорошего вечера. Стоять! Берета. Тысяча долларов. Ставлю. На все это. Что? Мой подарок? Да сюда. Иди, чай сделай. А я пока отыграю. Блудер. Черный, зеленый? Зеленый без сахара. Типа не знаешь. У меня козырь. Кабан, ну что у тебя в камере не сидится, а? Поговорить надо. Опять? Ты уже наговорился. На два года. Сигнализация на Тимиряйске сработала. Надо ехать. Давай завтра, а? Хочу рассказать про ограбление. Слушай, тут до Тимиряйсовской две минуты. Тут вроде что-то серьезное. Да и там наверняка ложный вызов. Ну? Короче, мы с подельниками решили вставить хату. Долго ее пасли. Знали, когда хозяева приходят. Когда уходят. Ну? На каких машинах ездят. Какие фильмы смотрят. Да ну какие фильмы, Кабан? Кабан, адрес и фамилии подельников. Не спеши. Все будет. Сигаретку можно? Будешь? А, я вспомнил. Я ж бросил. Кабан, ты адрес можешь сказать? Адрес точно не помню. Помню дату. Давай хотя бы дату. Во вторник это было. Во вторник. Хорошо. То ли начало мая, то ли конец августа. Кабан, ты издеваешься что ли? Ты адрес можешь сказать? Ну могу нарисовать. Давай рисуй, Кабан, ну. Короче. Быстрее только, я тебя прошу. Ну вот это типа почта. Что? Какая почта? Вот тут рядом ваша ментовка дебильная. Ну, на Горького дальше. Горького, да. Вот тут высотка. Так, высотка, высотка. Это на этом, на Тургенева это. Ну, понятно. Тургенева, да. Так, хорошо. Короче, мы подъехали вот сюда вот, где-то квартала за три на машине. Так, на какой машине подъехали? На бусе. На бусике, хорошо. Дальше, дальше. И отсюда пошли. Так, хорошо, идете. Куда шли конкретно? Ну, так шли, мимо почты шли. Так, короче, Кабан, пришли уже на место. Ну, куда пришли? Пришли вот к высотке вот это. Так, хорошо, на Тургенева, дальше. Потом вспомнили, что забыли Фомку в машине. Вернулись в машину, взяли Фомку и пошли. Куда пошли конкретно? Ну, по маршруту, чтоб запутать следы. Ну, хорошо, идете. Мимо почты, дальше, куда? Потом мимо ментуры вашей. Хорошо, по Горького идете. Так, ну. Ну, и пришли вот сюда. Опять на Тургенева? Ну, ты что, издеваешься, что ли? Куда дальше пошли? А, налево. Вот так вот мы пошли. Ну, на Тимирязевскую, дальше. Точняк, Тимирязевскую. Сейчас. В девять часов. А моя роль. Отвлекать двух тупых ментов, пока пацаны хату вставляют. Ну-ка, папа, я вернусь, я лично тобой займусь. Понял? Ссоры-то не ссоры. Рассоры любят весь город уже. Вот, 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 что за люди, а? Ну, что, ну, возьми ты бычок, выкинь в мусорку, подойди. Нет, он будет срок метров бросать в эту мусорку, как Майкл Джордан в недоделанный. Мужчина, извините, пожалуйста. А, нахаркали, а нищем. Мы преступника преследуем, нужна ваша помощь. Чтоб у тебя аппендицит вспух, а выразили в селезенку тебе. Мужчина, отвлекитесь, пожалуйста. А, злиться, это дерево стоит. Я тебе ж один лист кинешь, спилю, гадина. Алло, 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 мужчина, мужчина. Не видели, человек не пробегал в чёрной куртке здесь. Да, у меня работа своей по горлу. Вы хотите, чтобы я ещё мужика в чёрной куртке видел с женской сумочкой, который в ту сторону убежал, что ли? То есть вы его видели? Кого? Этого мужика, который сел в машину и сказал, шеф, гони на вокзал. А номер, номер не запомнили случайно? А мне недоплачивают за то, что я запоминаю номера АА-1764ВВ на серебристых ланосах. Внимание, разыскивается серебристый ланос, госномер АА-1764ВВ, дверится в сторону вокзала. Спасибо вам большое. Ага, 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 ага. Ага, 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 ага-а. Где они этим полицейским набирают по объявлению, что ли? Нет, вы не поняли. Нам нужен тур, такой, как у наших соседей. Только круче. Они у вас путёчку брали. Ну, хорошо, сделаем. А куда они ездили? Ой, ну они не говорят, но они там пили виски с... Колой? Это Турция. Да какой колой? Виски с виски. А, это Египет. Нет, нет, не Египет. Я в Египте отдыхала. Оттуда столько историй привезти невозможно. Они бы ничего не помнили, если бы были в Египте. Может, у них полотенца новые появились, там, тапочки, одноразовый шампунь, мыло, что? Ну, вспоминайте. О, они нам магнит привезли. Точно. Давай, достовай. Вот. Вот. Ничего себе. Что? Да знаю этих клиентов. Это Греция. Вот. Давайте нам тоже Грецию, только круче, а? Ну, могу предложить Арабские Эмираты или Париж. О, Париж. Да не, ну, Париж как-то дорого. Ну. Почему? Пятьсот гривен на двоих. Шутите? Вы еще издеваетесь? Нисколько. Магниты? По пятьдесят гривен. Бутылка виска. И журнал с историей. Да никак, все. Ага. Тогда знаете что? Давайте нам Арабские Эмираты. И Париж. Ага. Пусть знают, как мы отдыхаем. Да. А виски тоже два. И пивас. Хорошо. Вот так фончик добавляю. Еще и короче. Слушай, ставь себе еще бутылочку вискаря. Да легко. Легко. Сейчас. Вискарь. Вот. Смотри. Вот так. Хочете пивас дорисую? Конечно. Давай. Вот так тебе еще. Вот так. Хороот. Молодцы. Все, давай, отправляй на печать. На печать? Да, штук пятьдесят. Пусть весь офис обзавидуется. Ах. Вот она. Мда. Весь офис уже видел. А она все никак не заходит. Да, если она не зайдет до конца вечера, нам придется издавать отчеты. Так, я не поняла. Вы что, опять бездельничаете? Вы все сделали, что ли? Мы не бездельничаем. Мы как раз работаем. Выполняем личную просьбу Игоря Николаевича. Игоря Николаевича? Нашего генерального директора? Да. Ну и что это за просьба, о которой я ничего не знаю? Между прочим, это очень важная просьба. Да? Игорь Николаевич нас лично просил скинуть ему фотку, где мы на выходных с ним отрываемся вместе. Вот фоточка. Вы что, реально дружите с Игорем Николаевичем? Да мы не просто дружим. Мы с ним вот так вот. Эть. И между прочим, мы вчера с ним отрывались в клубе. С девчонками. Игорь Николаевич с девчонками? Мне казалось, что уже весь офис знает, что Игорь Николаевич любит мальчиков. Мальчиков? То есть это он карандаш, а мы с ним... Весь офис знает. Так, значит так. Ты в баллотерею? Я в плановой. Извините, да. Ну сейчас. Где я придурки? Что можно сказать? Игорь Николаевич. На троих. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Совесть его снял, знаете. Совесть. Давай на отвалитых. Что? Что? Вы еще... Коскорность там все! Вы еще набираетесь в наглости. Наглость. Здравствуйте. Что случилось? Вот именно. Здравствуйте, Виктория Сергеевна. Сергеевна, что случилось? Это вау. Вот, в таком виде приперся в детское дошкольное учреждение. Я за ребенка пришел. Пришел? Я его лично на себе два этажа нес. Уснул там на ступеньке. Я остановился и отдохнул. Подождите, я вас вообще в первый раз вижу. Раньше за ребенка мама приходила? Да. Мама тоже есть у нас. А как зовут ребеночка? Коля. Коля мой сынок. Коль у нас три штуки. Фамилия есть у Коли? Фамилия сложнее. А, так и такая же, как у меня. Да. Наверное. Вы посмотрите. Мало того, что человек не помнит фамилию собственного ребенка, он еще сомневается, отец ли он ему. У вас, как я не завидую вашей супруге. Он прям с языка снял. Ой. Подождите, объясните мне, пожалуйста, как вы вообще в таком состоянии могли прийти за ребенком? Вот именно. Так это ж ради него все. Как это ради него? Я-то его на лицо не очень запомнил. А он меня должен узнать. Ну, трезвым он же меня никогда не видел. Вот и нарядился для него. О, мой сынок! Это ж Коля. Коля. Коля! Сынуля! Ничего себе, я тебя рожа срел. Да, не фонтан. Я такое платье в классе третьем. А, нет, в садике носила. Нет, простите, я не понимаю. Ну, конечно, ты не понимаешь. Как же тебе понять-то? Говорю, под малолеточку косишь, да? В цветочек носишь. Сделаем, пожалуйста, секс на пляже. Конечно, секс на пляже. Любимый коктейль проституток, естественно. Простите, а что вы сказали? Я говорю, факт. Такой вычитала в интернете. Правда, интересно. Вы знаете, не очень. Чего ко мне пристали? А я смотрю, сидишь тут одиноко, скучаешь. Ждешь, наверное, кого-то, да? Не Сергея или нет? Сергея. О, боже, какое совпадение! А ты, наверное, Света, да? Света. Света, классные сиськи! Да, Джима, обычные сиськи. Вот и я говорю, обычные у тебя сиськи. Шла бы ты домой, Света, по-добру, по-здорову. Да, что здесь происходит вообще? Вы кто такая? Сергея. А я жена Сергея, которая очень любит читать чужие смс-ки. Так вот, Светочка, иди домой, чтобы не испортить сюрприз Сергею. Какой сюрприз? Какой сюрприз? А вот такой большой сюрприз! Извините, до свидания. До свидания. И ты тоже. Сергея, сюрприз не испортил? Случайно. Давай свой секс на пляж. На троих. Что вообще нереально, ничего сделать. Увы, Яночка, самолет теряет высоту. У нас утечка топлива, до аэропорта вряд ли дотянем. Прости, Яночка, мы сделали все, что могли. Пойди, попитайся, успокой пассажира. Да. Лева, лева двадцать. Есть лева двадцать. Ой. Вы знаете, у нас пассажиры такие крутые оказались, я им сказала все как есть. Правильно, так и надо было. В общем, они информацию восприняли нормально, а только одна женщина попросила в Элидул, у нее сегодня день рождения. Иди, Яно, работай. Закрылки. Закрылки максимум. Опа, 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 толстая. Яно, доложить остановку в салоне. Короче, все круто, но чтобы пусик закончился, пришлось переходить на вискарик. Эта именинница запивает в Элидул в виски, в общем, звучат толстые. Я прошу прощения, все интересуются, а как его назовут? Так иди уже. Все. На. Равняй, равняй. Равняю. И на себя. Вот сейчас. Да. Ты же, Женек, давай. Хорошо. Молодец. Яна, что с тобой? Не хочу последнюю минуту встречать в рабочей одежде. Ай, не надо, Яночка. Дочка, удалось нам выровнять борт. Теперь дотянем до аэропорта, точно. Иди, обрадуй пассажиров. Молодец, Женя, молодец. Ой. Ну что, Яна, как пассажиры у вас приняли радостную новость? Эх, вы такой праздник. Испортил. Вот я вам скажу такое. Они, конечно же, эти люди выживут. Но в глаза друг другу они уже смотреть не смогут. Молодец. Фух. Спасибо, доченька. Мы купим на это все, подорожник приложим, все затянется. Возьми еще. Мне надо идти работать, помогать дочери. Папа, я тебя прошу, пожалуйста, пообещай мне, что ты больше никогда не будешь работать. Обещаю. Папа не просто упал, он упал на Поршка ел. Папа, а ты не мог на Жигули упасть? Папа. 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 Выздоравливай. Папа. Папа. Ну я же прикалываюсь. Папа. 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 На троих. Папа. Папа.